приветствую вас дорогие друзья с вами века на подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если сочтете это возможным нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить ничего интересного я буду делать очень много интересных рассказов раскладов извините ну и рассказов тоже как говорится ночью он расскажу и так мне попросили сделать такой расклад вернется ли он этот расклад будет как показательны и заодно вы можете присоединиться к этому раскладу своей ситуации свои мужчины возможно вы ищете ответ на свой вопрос но не можете найти возможно вам быть интересно узнать все таки хотя бы визуально знать как может развиваться вашей ситуации если вы расстались с мужчиной расстались и не знаете что на вас думаю сейчас мы узнаем что у вас думает хочет ли вообще вернуться ну может какие-то скрытые у него там есть даже чего вы не знаете может Знаете, может, там и скрывать-то нечего. Не буду долго томить вас ожиданию. Давайте посмотрим, что нам покажет. Присоединяйтесь, кто хочет, как говорится. Кому нужен такой расклад, могу сделать индивидуально. Учитывая даты рождения, просмотреть более глубинные, как говорится, черты характера, обстоятельства. Это уже будет такой более объемный расклад. Достаточно объемная консультация. Все контакты у меня под видео есть. Пишите в Viber, WhatsApp, ВКонтакт. Только пишите, не звоните, я могу быть занята, могу делать, раскладываем. Итак, будет у нас пять позиций. Как ваш мужчина видит всю эту ситуацию? Что он сейчас думает во всем об этом, этом расставании, да? Есть у него желание вернуться обратно. Третий аспект. Что женщина не знает о мужчине? Может быть и знает, а муж там скрывать нечего. Еще раз повторяю, такое тоже может быть. Может быть какие-то есть обстоятельства, вскрылись новые. Кто знает. Будет ли мужчина вообще в принципе наводить мосты? Наводить мосты это значит пытаться как-то. Может позвонить, может быть прийти, да? Может быть написать. Сказать давай начнем все сначала. Все что угодно. Если в принципе будущее этих отношений, давайте то что-то посмотрим. Есть вообще смысл все это хозяйство задевать, как говорится, да? Как и называют. Итак, давайте я открываю все карты. Мне так более как-то удобно. Уже первую карту вижу. Какая карта. Вот такой расклад мы видим. Симпатичный такой расклад. Достаточно. Ох, как мужчина видит женщину, что о ней думает. Аркан дьявола. Мысли у него, он, честно говоря, в бешенстве, будем так говорить. Он очень может быть обижен. Может быть разъярен. Может быть возмущен. Да все что угодно. Это показывает высший такой энергетический потенциал человека. И вот все что он у вас думает. Это может, знаете, так пи-пи-пи, вот так сказать. Вот это он сейчас думает о вас. Прошу не обижаться. На то, что сейчас буду говорить. Потому что вот была колода. Что я открыла, то сейчас и показывает. Если к вам этот не относится, как говорится, вы не хотите этого слушать. Лучше не слушайте. Можете переключиться на другой канал. Можете дослушать до конца. Но и я говорю то, что есть сейчас. Плюс это можно сделать именно по датам рождения. Если вот, еще раз повторяю. Вот это высшая энергетика. Просто вот человек просто горит огнем. Такое возмущение у него такое вот. Но тут, знаете, еще может быть такая ситуация, что привязан к вам человек очень сильно. Сильная привязка у него. И может быть хотел бы, как говорится, оторваться не может. И у него такая вот сейчас идет. Вообще, в принципе, дьявол показывает, что человек даже сексуально зависим от вас. И его это взмущает. Знаете, как говорится, милые бронятся, только тешатся. Так тоже бывает. Вот как раз вот это вот он и показывает. Это такая высшая энергия. Такие вообще накал страстей у человека. Хочет ли он вернуться к женщине? К вам, либо к женщине. Да, вот я вижу восьмерка мечей. Пока ничего он не хочет, честно говоря, вернуться. Потому что он сейчас, знаете, говорит, сам придумал. Сам что-то накрутил на себя. И сам вот находится в плену своих страстей. В плену своих, так сказать, мыслей. Да, в плену своего воображения. Он пока не хочет вернуться. Он еще, знаете, есть такое... Вот люблю это слово. Причина-следственная связь. Он как раз после этой карты показывает, что человек находится сейчас еще вот окружен мечами, окружен вот этими негативными мыслями. Все что угодно, собственно говоря. Поэтому, извините, тут сообщения не могу подключить. Это у меня идут заказы. Так. Взбивают мне идут сообщения. Хочет ли вернуться к женщине? Ну, не хочет, короче, вернуться, пока он весь сейчас в окружении этих мочевых ситуаций. Ну, если ты еще так же может говорить, что ему наговаривают на вас, может быть, что-то... Есть подстрекатели товарищи, которые подстрекают. Да не надо, не нужна она тебе. Может быть, родители, может быть, знакомые, может быть, друзья, так могут говорить, отговаривать. Человек, хорошо, окружен вот этим негативом. Он не может пока оттуда выйти. Вот такая, знаете, вот атмосфера есть. Что женщина думает о мужчине? Ну, с этой стороны тоже, извините, говорю, жезлом, как дала бы ему по голове. Видите, королева жезлов такая. Она тоже, мало не покажется, стоит такая, вся во всеоружии. Говорит, только подойди, говорит, попробуй. Говорит, сейчас получишь, говорит, по полной программе. Тоже пи-пи-пи в ту сторону. Вот. Тут просто, вот видите, это без комментариев, как говорится. Все сразу вооружен, невооруженным глазом видно. Будет ли мужчина наводить мосты? Пытаться начать сначала. Будет. Будет, пашкубку будет. Все это спадет у него. Спадет у него все это. И будет, пашкубку. Кубки это вообще, в принципе, это чаша, чаша, это мазь души. Это мазь души. Сейчас подвину чуть сюда. Мазь души. Да, будет. Робко так будет пытаться. Будет это делать. Вот какие-то, может быть, звонки какие-то такие неловкие. Поползновения это сделать. Но не сильно, честно говоря, сильно не будет настаивать. Почему? Может быть, гордыня, да? Это же гордыня такая, да? Будет, будет. Однозначно будет. Будет как-то так. Из-за угла будем, говорит, так выглядывать, да? И глазками так на вас поглядывать. Сказать, ну, поглянись на меня. Ну, пожалуйста, ну, поглянись. Ну, я здесь. Я здесь. Вот. Там всевозможные, как говорится, варианты будут. Но достаточно такие зачатки. Потому что, совершив, наверное, вот такие действия, да, все-таки мужчина будет осознавать, что где-то он там погорячился все-таки, да? Что-то он там, извините, такого натворил, что уже просто притискать, вот он я, уже не выйдет у него. И далее. Есть ли будущие отношения? Не вижу никакого будущего этих отношений. Девятка мечей. Полное достижение. Лучше, говорится, быть одной, чем быть с таким мужчиной. Вот что вопрос. Лучше быть одной. Потому что, если вот здесь, как бы, вот, девятка, это, в принципе, всегда показывает, чего люди добились в этих отношениях. Добились вот мечевая масть. Добились эти скандалы, какие-то есть отношения, какие-то ситуации, вот они добились. И добились, как говорится. Главное, знаете, достижения бывают разные. Бывают позитивные достижения такие, да? Хочется заключить брак, хочется пойти. А вот с этим хозяйством, извините меня, вот этими мечами, кучей мечей, которые постоянно над тобой висят какие-то угрозы, какие-то скандалы, возможно. Какие-то наезды, какая-то ревность. Но, честно говоря, так думаю, что жить-то особо не захочется продолжать отношения. Поэтому вот такой расклад. Может быть, он и негативный, вам кажется, да? Ну, хотя бы вот все, что карты, которые достали, они здесь вышли. Они вышли. И вот история, как говорится, очень частая такая, у многих такая история повторяется. Разбитую чашку, знаете, как говорят, склеить достаточно сложно. Как бы ни пытался мужчина там, да, что-то какие-то поползновения делать, но сложно это сделать, разбитую чашку склеить. Поэтому, дорогие мои, вот такой расклад. Еще раз повторяю, кому будет нужно, пишите, узнавайте условия. И сделаю такой расклад. И множество других раскладов я знаю. Разберемся в вашей ситуации. Даю также рекомендации, советы, если в этом нуждаетесь. Разберемся. Все, всего доброго, мои дорогие. С вами была Викана. Подписывайтесь на мой канал. Заходите почаще. Буду вам рада. Подписывайтесь на мой канал.